За все годы, что я приезжаю в Соединенные Штаты, я ни разу не подхватил грипп, хотя он свирепствует повсеместно. В медицинской школе Гарварда были проведены исследования, призванные показать, как простой процесс укрепляет иммунную систему. Если вы будете делать все это, то сможете заметить значительное укрепление иммунитета. Черный кунжут очень богат антиоксидантами. Это отличный источник железа, меди, цинка, витамина В, витамина Е и фолиевой кислоты. Я не воспринимаю его в таком ключе, но черный кунжут всю жизнь был моим спутником, особенно в путешествиях. Я путешествовал в одиночку. Обжаренный черный кунжут всегда поддерживал во мне живость, бодрость и энергию. Кунжут также творит чудеса с крещевой тканью и суставами и укрепляет здоровье сердца. Как часть южноиндийской традиции зимой, когда кожа подвижена сухости и растрескиванию под действием холода и жары, именно в это время года в Южной Индии мы употребляем кунжут. Существует целая традиция, особенно в штате Карнаток, где семьи делятся кунжутом друг с другом, чтобы все употребляли эти семена, потому что тогда кожа станет очень здоровой изнутри. Кроме того, кунжут очень богат железом. Для тех из вас, кто страдает анемией, особенно женщины, кунжут – очень полезный продукт. Он также полезен для молодых женщин и делает процесс эвуляции гораздо более здоровым. Лошадиный горошек – это самый богатый белком бобы на планете. Они очень калорийны. Вот почему скаковых лошадей кормят этими бобами, которых сегодня называют лошадиный горошек. На рынке, к сожалению, его называют лошадиный горошек. В тамильском он называется колу, но в других языках – хурули. На этом углу – улулу. Это очень полезный продукт. Его хорошо проращивать в проращенном виде, он гораздо легче усваивается. Дома вы можете хранить его в миске. Заверните бобы в белую ткань и замочите в воде примерно на 6-8 часов. Затем завяжите ткань и оставьте их в таком виде. Примерно через 3 дня семена прорастут. Пророщенные ростки вы можете просто есть сырыми. Если они проросли на сантиметра полтора, вы можете есть их сырыми. Только нужно хорошо их разжевывать. Это очень полезно. Этот продукт повышает тепло в организме. Если сегодня днем вы употреблили лошадиный горошек и теперь ощущаете слишком сильное тепло организма, тогда вы должны уроновесить его с помощью маша. Проросший маш охладит систему. Чрезмерное тепло может заметить по ощущению тепла в глазных яблоках или желанию помочиться. Вы хотите помочиться в мочевой пузырь полный, но жуткость не выходит, и это причиняет боль. Это означает избыток жара в организме. В таком случае просто выпейте сок зимней тыквы или съешьте пророщенный маш или нанесите немного кастрового масла внутри пупка. Либо на анахату. Дешухи. Здесь и на эти точки заушения. После этого очень быстро, в течение пяти минут, система остынет. Тогда вы можете сходить в туалет, и все пройдет без усилий. Вам просто нужно осознавать то, что сегодня требует ваш организм. За все годы, что я приезжаю в Соединенные Штаты, я ни разу не подхватил гриб. Хотя он серебствует повсеместно. Все просто. Теплая вода, немного меда, немного куркумы. И если есть, немного мяты или кориандра. Если принимать эту смесь каждые три часа, то респираторные инфекции вам не страшны. Потому что такие инфекции сначала поселяются в горле, а уже затем опускаются в дыхательные пути. Но если вы пьете теплую воду с медом, куркумой и кориандром или мятой, то они попадут в желудок, где потеряют свою силу и не смогут причинить вам больше вреда. Это помогло мне. Это рецепт моей бабушки, а не советы врачей. Но это работает. Сработало у моей бабушки и сработало у меня. Возьмите крыжовник или амлу, немного измельченного перца, черного или зеленого, залейте медом и оставьте он стаиваться на ночь. Те из вас, кто живет в других странах, зеленый перец не означает перец чили. Мы имеем в виду свежий черный перец, который вы, возможно, не встретите почти нигде в мире. Для нас это обычный доступный продукт. Добавьте его в мед и принимайте эту смесь ежедневно по одной ложке три раза в день. Все эти смеси лучше всего действуют на пустой желудок. Первым делом вы принимаете их. Если вы будете делать все это, то сможете заметить значительное укрепление иммунитета. Я бы сказал, что через 4-8 недель вас ждет заметное укрепление иммунитета. В медицинской школе Гарварда были проведены исследования, призванные показать, как простой процесс, называемый симхокрия, укрепляет иммунную систему, увеличивает объем легких и определенно меняет распределение кислорода в организме. Во-первых, этот процесс укрепляет иммунную систему. Во-вторых, он определенным образом затрагивает ваше дыхание. Предположим, вы начинаете выполнять его сегодня. То через неделю, если у вас возникнут какие-то проблемы, вы точно будете знать, что у вас какие-то респираторные заболевания, даже до появления других симптомов. Даже до появления других симптомов, которые медицина считает признаками заболевания, даже до этого вы увидите, что не можете выполнять практику, если появится заболевание дыхательных путей. Если вы будете выполнять эту практику ежедневно, два раза в день, она укрепит иммунную систему, но в то же время послужит индикатором проблемы. Если однажды вы вдруг не сможете выполнить практику, то поймете, что с вашей дыхательной системой что-то не так. Субтитры создавал DimaTorzok